Ииии, да ладно? Офигеть, это просто какой-то трэш, что происходит с этим аккаунтом. Ребятушки, всем здарова, с вами Каксляр Тимен, мы в игре Хиллзов Стилл, ребятки, и сегодня у нас необычный ролик. Мы с вами снова проведем эксперимент, так как мы находимся на абсолютно новом аккаунте, и как вы видите, все наши танчики, все 22 танка игры Хиллзов Стилл абсолютно полностью заблокированы. Вот просто новенький, ребята, аккаунт, все, как вы сейчас можете видеть, первого уровня Кобра, и сегодня мы с вами откроем на этом новом аккаунте 50 эпических сундуков. Да, ребятушки, именно 50 эпических сундуков, и посмотрим, что же нам из них выпадет, сколько танчиков мы с вами откроем, на какой уровень эти танки мы сможем прокачать именно за 50 эпических сундуков. Прямо сразу в начале игры на новом аккаунте, что, естественно, хотят все, кто только начинает играть в Хиллзов Стилл. Ну, а ты перед началом подпишись, поставь лайкос, мы начинаем, ребятушки. И как вы знаете, из эпических сундуков нам могут выпасть только обычные, редкие и эпические танчики. Да, легендарных и мифических, к сожалению, не будет, написано, что 0%. Поэтому давайте начнем первый сундучок, посмотрим, выиграем ли мы все вообще танчики. Я имею в виду про обычные, редкие и эпические, и на какой уровень мы прокачаем именно за 50 кейсов. Это большой вопрос, поэтому мы уже начали, у нас уже второй сундук, ребята. И пока что танки нам почему-то не хотят выпадать, пока что они просто даже к нам не идут. Так, ладно, ну я продолжаю, я, конечно же, продолжаю. У нас всего-то идет третий сундучок, получается, по счету, да? Да, ребята, продолжаем, окей. Давайте дальше, что-то как-то странное. Четыре сундука и пока ни одного нового танка, даже обычный танк не хотят дать. Почему? Эй, эй-эй-эй-эй-эй, да алё, где, в смысле, где танки? Пять сундуков эпических я открыл, ни одного танчика еще не выпало. Что это такое? Это же самый, можно сказать, предтоповый сундук. Ну, то есть круче эпического, только легендарный. Но легендарный, ребята, сундук есть не у всех. А эпический можно получить гораздо проще, но смотрите, с него ничего не выпадает. Я уже сколько сундуков открыл, и пока что просто по нулям. Да вы что, прикалываетесь? Семь сундуков в ноль, ребята. Уже семь сундуков, и только на восьмой, ребята, на восьмой эпический сундук выпадает первый танчик. И, конечно же, конечно, ребята, обычной редкости. Всего-то навсего, я думал, тут должен выпасть был, как минимум, какой-нибудь эпик. Но нет, ребята, выпал обычный танк. Выбал, кстати, нам именно танчик баллист, ребята. Да, первый наш обычный танк, который выпал аж после восьми сундуков, которые стоят 100 гемасов, как вы знаете. Один сундучок, 100 гемасов, поэтому 800 гемасов потратили, один танк получили. Какой-то неравноценный обмен получается. Но да ладно, мы, конечно, с вами продолжаем. Давайте дальше. Девятый сундук с вами открываем прямо сейчас. И что здесь у нас? Тоже пустота. Да что такое? В смысле, почему так часто и так много реально какой-то непонятной пустоты в сундуках? Что вообще происходит, ребята? Кто-нибудь может мне объяснить? Потому что такого реально не должно просто быть. Ну? Ну, да где танки? Я не понимаю, разработчики что, уменьшили шансы? Вроде бы никто шансы не уменьшал. Но почему танчики так сложно? О-хо-хо-хо! Да ладно, ребята, я думал нам выпадет снова какой-нибудь обычный танчик. А нет, выпал эпик, ребята. На 12-й эпический сундук выпадает первый эпический танк. Даже, ребята, не редкий. А именно эпический танк. Это, можно сказать, круто, очень круто. И выпадает нам еще и танчик батарея. О-о-о, ну просто ступер, ребята. Батарея, как вы знаете, крутой, мощный танк. И то, что она нам выпала первым же эпическим танчиком, это вообще круто. Теперь у нас еще и батарея будет прокачиваться теперь с каждого открытого сундука. Ну ладно, погнали. Давайте дальше с вами открывать следующий кейс. И у нас здесь обычный танк. Ой, да ладно. Да, да, наконец-то начали нормально танки выпадать. Сколько ж мы этого с вами ждали. И вот только сейчас выпадают нормальные танчики. Так, я открываю. У нас, получается, феникс нам выпадает в этот раз. Окей, феникс. Ну, это обычный огнеметный танчик. Ничего особенного. Давайте дальше, ребята. Следующий сундучок. Открываем с вами, что нам попадется. Сейчас посмотрим. И еще один эпик. Что? О, обалдеть, ребята. Еще один эпический танк. Можно сказать подряд. Да, мне, получается, на 12-ю попытку выпал эпический танк. И на 14-й. Вот сейчас 14-й сундук мы открыли. Тоже эпический танк выпал, ребята. А ракнидик выпадает. Да ладно, что-то часто выпадают эпики. Даже, ребята, у нас еще ни одного редкого танка не выпало. Вы понимаете? У нас только обычный и сразу эпики. Причем два эпика уже выпало. И при этом ни одного редкого. Как такого может быть? Я вообще не понимаю. Ну, вот такие результаты. Окей, продолжаем открывать. Погнали. Следующий наш сундучок. Что же у нас здесь? Ну-ка, может, опять эпик? Нет, вообще ничего не попалось. Ребята, здесь у нас, к сожалению, просто полный ноль. Тогда мы продолжаем открывать. И здесь, наконец-то, очередной обычный танк, ребята. Ну, должны обычные танки нам выпасть. Вообще легче всего. И самыми первыми. И только потом пойдут остальные танчики. Но нам почему-то выпадает все как-то очень медленно. И как-то очень мало, я бы сказал. Так, ну ладно, ребята. Танк Титан нам выпал. Окей, продолжаем с вами открывать. Погнали дальше. И еще один обычный танк. Да, ребята, на 17-й сундук еще один обычный танчик. Наконец-то, как говорится, танчики начали выпадать. А то вначале вообще ничего не было. Ну, здесь хоть что-то началось. Выпал, кстати, нам танчик Джокер. Это очень хорошо. И мы с вами продолжаем. Эпик сундук открывать. Так, ничего не падает с этого сундука. Давайте дальше. Следующий. Так, 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 так. Где? Вы что? Еще один третий, ребята. Уже эпический танк. Да что ж такое-то? Третий эпический танк за последние 10 сундуков. Как так вообще? Объясните мне. Три танка уже эпика выбиты. Это, можно сказать, самый крутой танчик для этих сундуков. Но самая крутая редкость эпическая. Больше эпическая. Из него ничего не выпадает. А уже три танчика выпало. Это же просто капец, ребята. Это просто какая-то мега везучесть. Потому что нам, как вы понимаете, еще ни одного даже редкого танка не выпало. Хотя бы один редкий уже должен был быть. Но нет, ребята. У нас три эпических, между прочим. Выпал, кстати, танчик Мамонт. Мы открываем следующий. Уже 20-й юбилейный эпический кейс. И нам на 20-й сундук вообще ничего не выпадает. Поэтому мы сразу двигаемся дальше. Так. И на 21-й я смотрю тоже просто по нулям. Хорошо. Вот, хорошо. Ничего страшного, как говорится. Продолжаем просто открывать и смотреть, что у нас получится. Так, давайте дальше. Давайте дальше. Пока что почему-то сундуки идут теперь снова пустые. Короче, предыдущие 10 сундуков были очень насыщенные. Аж три эпик танка выпало. И вот. Только хотел сказать, что ничего нету. Но нет, ребята. Первый редкий сундук наконец-то нам выпадает. Твой редкий сундук. Редкий танк, ребята. Нам первый выпадает. Причем на 24-й эпический сундук выпадает первый редкий танк. Вы прикиньте. Мне кажется, редкий танк должен был выпасть. Один из первых. Но нет, ребята. Он только сейчас выпадает. И выпадает, кстати, нам именно танчик баг. То есть это еще, ну, такой середнячок. Средненький танчик. Не супер-пубер. Ну, нормальный, скажем так. Ладно, продолжаем открывать, ребята. 25-й сундук. Ровно половину эпических кейсов мы уже с вами открыли на этом аккаунте. Ровно половину. Осталось столько же. Давайте посмотрим, что нам выпадет. И выпадут ли вообще все танчики, которые есть вплоть до легендарных. Я, ребята, не знаю. Давайте посмотрим. Нам должны выпасть все обычные редкие эпические. Выпадут или нет? Я вообще не шарю, но, как видите, мы с вами уже открыли еще несколько кейсов. И пока ничего не выпадает. Да, ребята, смотрите, просто тишина. Тишина и молчание. Что-то танчики перестали падать. Причем и редкие, и эпические, и вообще все. Что-то больше, да, никого у нас, походу, нету. Алло, ребята, 30-й сундук уже. Ну? Да где, в смысле? Где танки? Уже 30-й сундук сейчас только что вместе с вами открыл. И у нас пустота пока что. Так, ладно, продолжаем открывать кейсы. Да, что такое, ребят? Что-то странные какие-то эти сундуки. Я не помню, чтобы эпические кейсы были такие странные. С них обычно, ну, стабильно выпадает что-то. Ну, нет, ребята, смотрите. То что-то все подряд выпадает, то ничего не выпадает. Очень странно. Так, ну, смотрите, опять же, я открываю уже какой по счету сундук. И у меня просто не попадается ничего новенького. Хотя мне нужно как можно больше танчиков получить. У меня же типа новый аккаунт. И я должен сразу кучу танков получить. Ну, нет, ребята, не выпадает. Смотрите-ка. Капец, сколько я уже открыл. О, да ладно. Ну, хоть что-то, ребята. На 34-й сундук хоть что-то выпадает второй редкий танк. Второй, ребята, редкий танк на 34-й сундук. У нас как бы сундуков осталось немного. А редких танчиков-то еще много. И смотрите, нам выпадает башня. Блин. Ну, это, можно сказать, самый слабый танчик в игре. Самый слабый танк в игре выпадает спустя столько много попыток открытия этого кейса. Это просто жесть, ребята. Так, ну, дайте мне нормальный хотя бы. Хотя бы нормальный эпический. Точнее, редкий танк. Опа. О-о-о. Я, ребята, только попросил. У меня сразу выпадает редкий танчик на следующую же попытку. И Катюша. Во-о-о. Хотя бы Катюша. Вот это уже, вот это уже что-то интересненькое. Вот это уже получше будет танчик. Это мы все с вами знаем. Поэтому продолжаем открывать. Давайте. И еще один редкий танк. Да ладно, это что за прикол? Это у меня вообще 10 сундуков, ничего не выпадает. А тут бац. И три. Три, ребятушки, редких танка подряд. И у нас сейчас выпал танчик осадный. К тому же, а это очень хороший и очень мощный редкий танк. Поэтому, ну, как говорится, респект. Нам выпадают почти теперь постоянно танчики. Это очень хорошо. Ну, ладно, давайте открывать дальше. Это был, кстати, 36-й сундук. И на 37-й кейс ничегошеньки не выпало. Ну, ладно. Ладно, мы не сдаемся. У нас еще есть в запасе сундучки, которые мы будем открывать. Так, давайте-ка. Пока тоже ничего не попадается. Нам нужен следующий кейс. Тоже по нулям, ребята. 40-й. 40-й сундук эпический. Уже мы сейчас открываем. На который, к сожалению, ничегошеньки не выпало. У нас остается ровно 10 сундуков. Последних, которые мы можем открыть на этом аккаунте и подвести итоги. Так, ну ладно, погнали. 10 сундуков. Ничего не выпадает в первом сундуке. Так, давайте второй сундук. Второй. И тоже ничего. Да ладно. Ну, только что, только что выпадали постоянно танки. А сейчас перестали падать. Это как понять, ребята, что с этим сундуком? Там то падают сразу вот все подряд просто рядом. То ничего не падает. Ну, кстати, нам давно не выпадал уже эпик сундук. Точнее, танк. Эпик танк не выпадал нам уже очень давно. У нас 44-й сундук. И ничего. Да ладно. Офигеть, ребята. 45-й сундук. Ну, давайте уже хоть что-то. Нужен, нужен, нужен. Да где? Где танки? В смысле, я еще далеко не все выиграл. Ребята, у меня 5 сундуков осталось, а танков-то еще много. Алло. Эй, ну дайте хоть что-нибудь. В смысле, разработчики? Плис. Ну. Да где танки? В смысле, куда они пропали? Я уже сколько сундуков открываю в пустоту просто. Зачем я вообще эти эпик сундуки покупаю? С них в Адриде вообще ничего не выпадает. Ну, как так, ребята? 47-й кейсик. Осталось 3 сундучка. Три. Ну, ладно. Давайте откроем. Так, последние сундуки, ребята, у нас остаются эпические. И да. Хо-хо-хо-хо. О, да, ребята, я ждал. Я ждал, что должен выпасть хотя бы еще один эпик танк. И он выпал, ребята, на 48-й сундук. Я думаю, что, мне кажется, это последний эпик танчик, который нам выпал. Давайте посмотрим, что это за танчик. Это Тесла. Это стандартный, первый самый эпический танчик в игре. Выпала Тесла. Это очень хорошо. Ну, короче, нормальный, стабильный танк. Нам она выпала. И того получается, что у нас уже 4 эпических танка. Остался, кстати, последний эпик. Последний эпик, которого мы еще с вами не выиграли. Ну, давайте открываем 49-й сундучок. Последние два сундука. И... Да ладно? Хо-хо-хо-хо. Офигеть. Это просто какой-то трэш. Что происходит с этим аккаунтом? То мне вообще ничего не выпадает. То подряд падают такие крутые танки. Еще и в самых последних сундуках. Что? Просто, ребята, это 49-й кейс. И сразу второй эпический танк подряд нам выпадает дюна. Ребята, и мы сейчас с вами официально за 50 сундуков, даже за 49, выиграли все эпики. И я сомневался, что это вообще возможно. Честно вам скажу. Я думал, что, ну, может, редкие выиграем, обычные выиграем. Но эпики-то все мы не выиграем. Но нет, ребята, эпики мы как раз-таки все выиграли. Но у нас остались еще неоткрытые, точнее, да, неоткрытые редкие танчики. Поэтому у нас остается последний 50-й сундук. Давайте его откроем прямо сейчас. И что же у нас там будет? Ничего! Блин, ну это был, ребята, последний 50-й сундучок. Все, как и обещал, открыл ровно 50 сундуков эпических на новом аккаунте. Давайте подведем с вами итоги. Что же у нас теперь с вами получилось? Итак, все обычные танки мы с вами, конечно, открыли. А вот теперь смотрим на редкие танчики, ребята. Мы открыли башню, не открыли жнеца. Открыли Катюшу, не открыли Атласа, открыли Осадного, открыли Бака, не открыли Чонка. Короче, получается сколько? Два танчика, да? Три танка редких мы с вами не открыли. Но при этом все, мы почему-то каким-то не просто неизвестным способом открыли аж целых пять эпических. Да, то есть мы выиграли реально все эпики, но не выиграли все редкие танки. Что очень странно. Я уж очень удивлен этому результату. Я думал, что мы не выиграем все эпики. Ну и, конечно, ребята, все легендарные танчики тоже для нас закрыты, потому что их невозможно выиграть из этого сундучка. Давайте посмотрим, какого уровня у нас получились танчики, которые мы выиграли за 50 сундучков. Итак, у нас танчик батарея получился восьмого уровня. Так, на Дюну вообще нет ни одной детали. На Арахнида детали есть. Здесь получается седьмой уровень. Хорошо, так, на Мамонта получается шестой уровень. И на Теслу вообще нет ни одной детали, потому что она выпала одна из последних. Давайте дальше продолжим. Чонка у нас нету. На Бака у нас получается тоже где-то девятый уровень. На Осадного пятый уровень. Так, подождите-ка. Так, Катюша у нас четвертого уровня. Окей. Башня у нас аж четвертого тоже уровня. Так, ну и обычные танчики, ребята. Баллиста получается четырнадцатого уровня. Сразу же с нуля. Танчик Феникс у нас получается тринадцатого уровня. Титан получается одиннадцатого уровня. Так, Джокер у нас четырнадцатого уровня. И Кобра, самый первый танк в игре, у нас шестнадцатого уровня. Только потому что она доступна с самого начала игры. И с самого начала игры на этот танчик выпадают карты из каждого эпического сундука. Получается, что за 50, ребятушки, эпических кейсов мы выиграли с вами где-то Сколько, 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 погодите-ка, давайте сколько 6, 9, 12, 15 сундуков, 15 танчиков мы выиграли с вами за 50 эпических сундучов Но остальные, конечно же, выиграть, к сожалению, не представляется возможным, ребятки И получается, максимальный уровень танчика за 50 открытых эпических сундуков Это танчик Кобра 16 уровня А как вы знаете, у нас максимальный 20, так что до 20 тут еще далеко и далеко, как говорится Ну а редкие танки, и уж тем более эпические, вообще прокачаны очень мало 6, 7 уровень, это реально очень мало, ну вот батарея 8 уровня Вот такие интересные получились результаты Если вы вдруг захотите открыть эпические сундуки в начале игры То, конечно же, проще просто взять и купить эти танчики И уж потом открывать сундучки или выигрывать их в бою Так будет гораздо, гораздо выгоднее Если тебе понравился этот ролик, посмотрим предыдущий ролик Как я открывал на новом аккаунте 50, но уже легендарных сундуков С вами был Артемен, всем до новых встреч, всем пока-пока